компьютер. системная плата msi. модель ms 7597. клиент говорит не запускается. включаю. я поставил тестовую плату. тестовая плата показывает 13 ошибку. не ошибку, а пост 13. и дальше что-то не идет. пост код 13. вообще-то он пикнул, как мне показалось. то есть пост скорее всего прошел. какую-то часть. ну так на 13 он остался. но это не показывает. значит так ничего на экране и не происходит. но все четыре питания показывают. хотя это не такой же показатель. значит будем пробовать что-то сделать. не запускается. выключаем. выключается сразу. значит система дальше не пошла. что будем делать? начнем с того что почистим. почистим все части. например вот значит почистим оперативную память. почистим в том числе и разъемы жесткого диска. отсоединим. в принципе сначала все по отсоединяем. запустим без всего и посмотрим будет ли реагировать. но что значит почистим. смотрите. пыли много. поэтому отсоединяем. смотрим. очень желтые в пыли планки. что необходимо сделать. значит смотрите. берем обыкновенную резиночку. обыкновенная. ластик школьный. и ластиком чистим контакт. обыкновенно. хотите немного сначала синим. а потом белым. синий более. у него более сильный образил. они должны немножко стать блестящими. и на другой стороне тоже. ну вот как то так. и вставляем назад. и то же делаем с контактами на видеокарте. везде где возможно. везде это делаем. кстати возникло какое-то недоразумение. я не отключал питание. но вот здесь дежурного нет. включаю. включаю появился. может это должно быть. убрал одну планку. пикнул. посты прошли. на 13 она остановилась. это в принципе неплохо. значит весь пост прошел. а дальше пока ничего не происходит. но такое как почему-то не пишет что нет системных файлов. хотя пытается что-то дергаться. жесткий диск. как-то так не очень корректно. поэтому выключаем. все-таки нужно отключить оба все диски. оптический и жесткие. и попробовать еще раз запустить. скорее всего пойдет немножко дальше. значит пост коды прошли. пикнуло. так. ну и вот здесь теперь говорится что нет будет девайс. то есть все-таки дело в жестком диске. он обращается. он не видит что его нет. то есть как бы видел что он есть. но никак не может его запустить. и поэтому не показывалась вот эта линия. ну как бы уже легче. в том смысле что мы знаем в какую сторону копать. сейчас определим какой из них системный жесткий диск. здесь их два. один и второй. и будем пробовать сначала шлейфы менять. потому что возможно проблема просто в шлейфах контактах. сейчас все выясним. что делаем. меняем вот эти вот SATA шлейфы на другие и пробуем. итак что необходимо сделать. берем я в принципе пытался поставить новый шлейф. значит берем старый шлейф. пшикаем туда раскислитель какой-нибудь ну типа в дашке или контактов. есть специальная такая жидкость. она уберет окислы с контактов на обоих жестких дисках. вставляем на место. эти шлейфы кабели SATA кабели. но я уже говорил что до этого я пыль сдул. сходил все-таки не поленился в гараж. продул компрессором. так поставил все шлейфы. включаем и смотрим. что происходит. здесь пост идет. прошу. это специальная пластопост. она временно вставляется. и вот чудо. полностью нерабочий компьютер. из-за того что мы из-за того что не было хорошего контакта с SATA шлейфы. шлейфы часто с ними такая ерунда происходит. нужно еще это сделать со шлейфом для оптического диска. но это уже другая история. ну и сейчас увидим что происходит. windows загрузился. это такой монитор. проблема с самим монитором. временный монитор. поэтому вот такая небольшая процедура полностью решила проблему. или ставим новые шлейфы. или просто чистим те контакты которые были. когда я туда пшикнул раскислитель. потом лишь я одеваю туда и этот раскислитель попадает на контакты внутрь. их тоже раскисляет. ну и получается хороший контакт. итак компьютер отремонтирован. все с ним в порядке. память свободна. жесткий диск читается. не надо ничего переустанавливать. потому что здесь и photoshop и lightroom. вот так можете повторять решение. серьезные проблемы вообще не пускается. компьютер очень простым способом. как здесь получилось. жесткий диск уже здесь в не очень хорошем состоянии. но запускается. запускает систему. пока еще поживет и будет радовать хозяина. подписывайтесь на канал. много интересных ремонтов. и других интересных видео. любой бытовой техники. простыми способами. все это я вам помогу. научу вас делать так же в домашних условиях. всего доброго. увидимся на канале. субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok